Кризис сейчас общемировой. Собственно, он начался уже давным-давно, но несколько раз разными способами его удавалось приостановить или даже вовсе погасить. Скажем, в 1997 году волну кризиса перенаправили из Соединенных Государств Америки и Европейского Союза в Юго-Восточную Азию, свалив разными финансовыми махинациями туда все убытки. Кстати, заодно и нам досталось наш дефолт 17 августа 1998 года следствия не только наших собственных экономических ошибок, но и этого кризиса. Вот сейчас, по-видимому, исчерпаны все возможности загасить общий мировой кризис и то, что Российской Федерации сейчас достается больше других, это связано не столько с нашей собственной политикой, санкции это скорее предлог для того, чтобы попытаться перевалить на нас основные последствия этого общемирового кризиса. Но, насколько я могу судить, плохо сейчас всем и Российской Федерации лучше, чем другим, именно потому, что у нас больше опыта выживания в сложившихся обстоятельствах. Другое дело, что экономический блок правительства действует, на мой взгляд, не понимая причин нынешних событий и поэтому допускает множество ошибок. Ну, так в крайнем случае появится у нас экономический блок, опирающийся на другие теории. Что касается денег, понятно, что никаких заначек не хватит, чтобы пережить действительно всеобщий кризис, поэтому надо будет не полагаться на резервные фонды, а реорганизовать всю экономику с учетом того, что сейчас нам надо заботиться не столько об экспорте, сколько о внутреннем хозяйстве. Это вполне возможно.